Во-первых, мэр сообщил, что отныне Петрозаводск город номер один в Российской Федерации. Именно такой порядковый номер получила столица Карелии в реестре муниципальных образований России, который сейчас составляется. Мы достаточно рано подали заявку, а кроме того, хорошо известны своим опытом работы местного самоуправления. Что касается текущих дел, то по мнению Андрея Дюмина, республиканские министерства ведут себя по отношению к городу довольно предвзято. Минфин при составлении проекта бюджета на 99-й год продолжает порученную практику изъятия денег из городов-доноров. А Министерство соцзащиты и Пенсионный фонд почему-то расплачиваются с петрозаводскими пенсионерами в последнюю очередь. Что касается повышения платы на коммунальные услуги, то по мнению Дюмина, это непопулярное решение сразу позволило развязать многие финансовые узлы. Мы за счет этого рассчитались с газовиками полностью. Мы заплатили 300 тысяч живых денег заводу «Авангард». Это те деньги, которые пошли на заработную плату. Мы рассчитались полностью по 98-му году, имеется в виду предприятие тепловых сетей и водоканал с Пенсионным фондом. Мы только за январь месяц, в январе поскольку деньги собирали, на 560 тысяч рублей дополнительно заплатили в Пенсионный фонд. Мы заплатили подоходный налог. Впрочем, специалисты региональной энергетической комиссии продолжают проверку обоснованности новых тарифов. Первые итоги проверки будут подводиться 1 февраля. И если выяснится, что граждане все-таки платят слишком много, мэрия заранее согласна тарифы снизить.